Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Вадим Герлеванов. Здравия тебе, Вадим. Здравия, Алексей. Сегодня мы с тобой начинаем цикл передач. Надеюсь, что это перерастет уже в такую не Санта-Барбару, а что-то более интересное, где будут разбираться важные темы, которые у тебя уже созрели и которыми ты просто уже обязан, как ты говоришь, поделиться. К этому тебя долго подводили и в конечном итоге назрело надо уже делиться. И сегодня мы начнем с темы «Траектория жизни», но перед этим рассмотрим язык и истина, вот эти понятия, что это и есть. Далее я пока умолкаю, передаю тебе слово, пожалуйста, начинай. Можешь немножко о себе рассказать. Меня зовут Вадим, полное имя Вадимир. Я сам родом с Луганской области, город Алчевск. Есть такой, когда-то был Кавнарск. Это для тех, кто еще помнит советские времена. В 2000 году я приехал в Россию, жил в Череповце долгое время, потом немножко жил в Москве, сейчас нахожусь под Питером. В мою траекторию, или как называют еще предназначение человека, по этой жизни вошли определенные обязанности. И одна из них – это выдать, так скажем, на гора определенную информацию для того, чтобы у людей произошло определенное расширение сознания. Это нужно не сколько мне, сколько нужно самим людям. Все говорят о том, что сейчас идет время определенных изменений. Кто-то теоретически высказывает, для чего это, как это, почему это. Я в это вдаваться не буду. Я выполняю то, что должен выполнять. И, в принципе, этим мы ограничимся. Значит, таких, как я, людей существует немало в данный момент. Каждый из них несет свою ношу. Эта ноша, она специализирована, то есть повторений нет. Есть подражатели, их тоже очень много. И, в принципе, эти подражатели какие-то помогают на самом деле, не искажая информацию, просто переносая ее. Некоторые, на самом деле, приносят пред, поскольку эту информацию начинают через свой лад рассказывать, преломлять, ну и так далее. Я являюсь человеком, который должен до вас донести информацию о системности этого мира. Что значит системности? Под системностью подразумевается то, что этот мир на самом деле, пускай вас это не будет шокировать, это техническое устройство. Оно имеет свои схемы, по которым все, что в этом мире происходит, только по ним и движется. Нравится вам это или не нравится, но это так. И если не вдаваться сейчас в подробности, и не сравнивать меня с остальными, я вам скажу одну разницу, которая именно меня отделяет от большинства векторов. Все, что я буду рассказывать, вы можете проверить на обычной реальной жизни. Поскольку схемы работают как вверху, так и внизу, на микро и макро событиях, на микро и макро каких-то движениях, условиях и тому подобных вещах, то есть не нужно мне доверять, вы можете все это проверить. В этом принципе и разница. Значит, сегодняшнюю тему я решил дать не просто так. Она сейчас на самом деле актуальна. И хочу сказать, что это совершенно небольшая, очень небольшая тема. Это маленький фрагмент из того, что я в принципе даю и должен отдать. Но она сейчас актуальна. Значит, прежде чем мы дойдем до траектории или предназначения жизни человека, мы затронем немножко язык. Зачем это надо? Значит, я не претендую на человека, знающего много о языке. Я буду говорить то, чему учили меня и то, что помогает мне в моей работе. Но я думаю, что это будет интересно и остальным. И может даже кто-то будет использовать это в своей практике. Сейчас очень много есть лекторов, которые работают с языком. Работают кто-то успешно, кто-то не очень. С кем-то есть споры, с кем-то нет. Значит, доводят понятия слов, доводят их суть. Кто-то суть доводит, кто-то смысл доводит. Иногда не понимая, что это разные вещи. Но, тем не менее, есть большие разногласия. И эти разногласия основаны на памяти. Кто-то собирает память предков, кто-то собирает еще что-то. Исторические какие-то данные. Я скажу, как учили меня. Мой ведающий говорил, что запомни, совершенно не имеет значения, когда и где слово образовалось. Если оно используется, значит оно системно прописано. Твоя задача вытащить оттуда суть этого слова не с точки зрения использования в быту, а с точки зрения, как оно влияет на мир. У слова два метода использования. Одно для быта и второе системное. Системное – это воздействие на информационную среду. Ну, это, так скажем, информация для тех, кто понимает. Мы сейчас не будем туда влезать сильно. И еще мне было сказано, что если ты хочешь понять, какая суть корневой основы, а русский язык – это язык корней по сути своей, не нужно лезть в историю. Просто выпиши все слова, которые ты можешь найти с этой корневой основы. Не важно, это существительное, прилагательное, глагол или еще что-нибудь в данном осмыслении. И увидеть закономерность именно этого корня, что он проявляет относительно всех этих слов. И вот ты сможешь увидеть именно суть этого корня. Более того, когда я начал эту методику использовать, я начал видеть, какие слова пошли уже с подменами. То есть, то, что называется «Чарамуки». Это оказалось очень удобно и более того, раскрывает в словах вещи, которые лежат на поверхности, но их никто почему-то не видит. Это относительно слов. Теперь относительно самого ядыка. Что такое язык сам по себе? Для многих это средство общения. я немножко покажу язык с другой стороны. Представьте себе, что в этом мире все происходит по одной и той же схеме. Это на самом деле так. Я это потом буду рассказывать, мы это будем разбирать, даже эти схемы будем разбирать. Но в данный момент вам придется немножко довериться. То есть, все происходит по одной и же схеме. Поэтому ребенок рождается то у человека, что у животного, что еще где-то. По одной и той же схеме. То есть зачатие, есть развитие плода, есть его рождение. То есть никто это не может как-то избежать. Это так же как есть зима, потом идет весна, потом идет лето, потом идет осень. Никто не может эту последовательность разрушить. Это определенная системная закономерность. Так вот момент зачатия ребенка, когда сперматозоид внедряется в яйцеклетку и начинается первичное деление клеток, начинается первичный язык. Язык, на котором эти клетки разговаривают. Формируется тонкая оболочка будущего ребенка, по которой эти клетки потом будут именно наполняться. Русский язык это на самом деле ну так скажем пускай это не напрягает вас, но это очень очень небольшая часть про языка на самом деле. Почему именно русский язык? В данный момент именно только этот язык способен описать какой-либо процесс в спектральных нюансах. То есть со всех сторон с разными оттенками более тонко более качественно более доступно и понятно. Ни один другой язык этого делать не может. Потом идет развитие плода. Плод развивается. Что такое развитие плода? У него начинают проявляться органы. Органы человека все уже с этими вещами работают. Они имеют свою вибрационную частоту. На этом принципе основано лечение литотерапии камнями, которые именно настроены на частоту определенного органа. Он его вытаскивает. Есть такая методика. Об этом знают. Но никто не даже вслуживается сравнить эти простые вещи, которые лежат на поверхности. То есть когда формируется орган ребенка, этот орган начинает проявлять свой язык. Это та индивидуальная вибрационная частота, которая потом будет идти по жизни. Но этот язык обязательно выходит из проязыка. Он не может взяться просто ни откуда. Он преломляется с определенной частотой, но потом стабилизируется, образуя свой собственный язык. Грубо, чтобы время не тратить, когда формируется тело ребенка полностью со всеми органами, мы получаем сообщество органов, говорящих каждый на своем языке. Поэтому когда вы видите цивилизацию, которая очень молода, у нее будет один язык. Это отображение, что только произошло зачатие. Когда много языков, это говорит о том, что тело дозревает и скоро должно родиться. Наша цивилизация сейчас находится в преддверии рождения. Мы на самом деле очень молоды. Мы ребенок, который должен родиться. Вопрос родимся или мы сейчас стоит на повестке. Русский язык как представитель языка проязыка на данный момент он играет очень серьезную роль. Почему? Потому что именно этот язык является языком, через который идет поддержание матрицы всего тела. Кто знает, как работают тонкие тела меня поймут. Вдаваться сейчас объяснять сильно не будет. Поэтому вы должны понимать, что если какой-то язык начинает доминировать в этом мире, это значит говорить о двух вещах. Либо какой-то орган начал на себя тянуть потенциал всего тела, либо тело участвует в процессах, где именно этот орган грузится больше всего и тело отдает ему потенциал для того, чтобы выкарабкаться всему телу, как говорится. То есть, например, если идут какие-то процессы связанные с заражением крови, естественно, будут работать на всю катушку печени. Это будет нормально. Тогда язык будет превалировать во всем теле, потому что все будут работать именно на это. Понятно, да? То есть, вот в таком аспекте. Если этого нет и доминирует какой-то орган, это говорит, что пошли какие-то сбои серьезные, и вмешательство уже идет программное и идет извне. И это ненормально. Русский язык является языком, который является приемником первичной задачи, ради которой строился этот мир. То есть, ради которого строилось это тело. Если сейчас убрать русский язык из нашего мира, это будет говорить о том, что этот мир, который отображает наша цивилизация, я говорю своими словами, он попал под управление, под внешнее управление. И в данный момент, в принципе, это пытаются сделать. Значит, теперь переходим к истине. Почему нужно разобрать это слово? Все говорят о истине, все пытаются идти к истине, ищут истину, но толком никто не знает, что это такое. У каждого есть свое понимание. Это нормально. Сознание создает свое понимание всего, с чем оно встречается. Будем опираться на то, что непосредственно говорит само слово. У нас в этом слове есть два ярко проявленных корня. Это источник ист и иной. Источник иного. Что является иным для обычного человека? Именно для того, кто ищет уже истину, потому что есть люди, которые ищут истину, которые вообще и не задумываются об этом. Мы сейчас будем говорить о первых. Если человек начал искать что-то, что может ему дать более широкое понимание каких-то процессов, это говорит автоматически о том, что этот человек фрагментарен, но пытается идти к тому, что даст более целостное понимание. то есть по сути иное это и есть целостное. Истина это источник целостного относительно того, кто ее ищет. Не целостное идет к фрагменту, а фрагмент идет к целостному. Фрагмент не может целостное вместить в себя, но целостное легко вмещает фрагмент. Это в принципе вещи их доказывать не надо. Что такое целостное в понимании системное? Истина существует как ни странно две. Есть истина системная, описывающая систему саморегуляции как целостную структуру, которая занимается саморегуляцией всего, что в нее попадает. И истина реализуемая. Что это такое? То есть мы знаем, что по жизни у нас встречается очень много закономерностей, которые мы встречаем в поговорках, в каких-то мудростях, которые остались после мудрецов. Самое простое от сумы от тюрьмы не зарекайся. Или чего боишься, то и происходит. У всех это как бы на языке. Никто не задумывается откуда они взялись. Это отслеженные закономенности работы системы саморегуляции. Ее фрагменты. К сожалению, сознание человека устроено так, что оно работает только с фрагментами. И именно сознание никогда не сможет увидеть целостности. Целостность человек может увидеть только через выход измененное состояние сознания, там, где работает сверхсознание, надсознание. Сознание оно заточено именно своей спецификой, работает с фрагментами. так вот именно систему саморегуляции сознание воспринимает тоже определенными блоками. И когда эти блоки складываются в сознание в определенные схемы, схемы взаимных процессов, вот тогда сознание расширяется. Оно становится, для него становятся понятными процессы и реакция на мир меняется. Называется изменение мировосприятия. Есть мировоззрение, это то, что глазами мы видим. Это внешнее. И есть мировосприятие, это внутреннее изменение. И это первое. И второе, это истина реализуемая. То есть у нас есть источник, который находится то, что называется в науке антимир. В бедах этим источником было солнышко. Кстати, солнышко, солнце, это тоже слово очень интересное. из него выкинули букву О. На самом деле практика, моя практика показывает к работе с языком, что у многих слов выкидывается буква О. Солнце правильно солонцы. то есть у нас остались слова посолонь, противо солонь, но мы никак не связываем это именно с солонцем, совместной лоной. То есть совместная лонна, где рождается все. Солнце является излучателем тех информационных потоков, которые строит наш мир. Вот именно там и оттуда и выходит та целостная информационная структура, которая потом реализуется в нашем мире. То есть вот это есть вторая истина. То есть поэтому человек, который ищет истину, это по сути человек, который должен искать их две. Первое это узнать как работает система саморегуляции, которой много названий на самом деле. Одно из последних это природа, перед этим было кон, перед этим было великим никто пребывающий везде нигде творящий все. Перед этим было род, точнее первый род, то есть еще более древним называли его единым, если кто-то слышал. Единый он просто как начало, без образов, без всего. Поэтому вторая истина это задача ста, которая ставится перед каким-то организмом в виде цивилизации или мира, который строится. И когда эта задача ставится, она имеет с собой целостную структуру. В целостную структуру входит пиктральное отображение всех этих процессов. Там есть и плохое, и хорошее, то, что называют и злое, и добро, то, что называют позитивное, и негативное. В общем, вот эти вещи, они соединены в этой программе так, что мир, когда это все реализует, сохраняется понятие гармонии. Просто для многих гармония это что-то такое классненькое, на самом деле гармония это спектральное проявление. Но вот эти вещи нужно для себя знать и понимать. Теперь дальше будем говорить уже о траектории. У каждого есть траектория. Притом не важно это живой человек это или даже предмет который он создал. Это предназначение. Ничего в этом мире не творится без предназначения. Вообще вы откуда ни посмотрите что не возьмете в руки у него есть своя траектория. Просто об этом тоже никто не задумывается. То есть если это ложка ее траектория вам рот заносить пищу. Если это мышка ее траектория это работать с компьютером чтобы перемещать там коксорг что-то кликать и там подобное. Но почему-то никто не соотносит это с собой. Как только человек соприкасается с понятием траектории у него сразу возникает вопрос а как же свобода? То есть свобода у человека выглядит так что хочу то и ворочу. На самом деле свобода существует как понятие и она прямо пропорциональна уровню развития человека. То есть чем меньше развития человека тем больше ему кажется что существует свобода. Чем дальше идет человек в развитии тем меньше становится понимание вот этой вот свободы. Что такое траектория для человека? Ну начнем с того что траектории в которых мы пребываем их четыре это личная траектория то есть личное предназначение это родовая траектория это общественная траектория и мировая траектория во всех четырех траекториях хотите вы или нет вы находитесь и взаимодействуете кто взаимодействует осознанно хоть с одной траекторией это уже человек на довольно высоком уровне развития хотя бы если человек знает свое предназначение как личное это уже довольно высокий уровень развития если человек знает родовую траекторию Это еще выше. Родовую траекторию обязаны знать жрецы. Общественную траекторию обязаны знать верховные жрецы. Они с ней соприкасаются. И вторичный круг волхов. Волховской круг. И мировую траекторию знают первичный волховской круг. Называют еще их теурги или когда-то называли славянскими богами, хотя на самом деле славянские боги, они были для всех одни, под разными именами проявлялись в разных народах. Вот в этих органах, о которых я говорил вначале, те же самые личности, если их можно назвать личностями, проявлялись под разными именами. Именно исходя из языка, который был в том или ином органе. То есть вот этих первых элементов, которые стоят над тем, что имеют отношение к проязыку, который программирует нашу жизнь и дальнейшее развитие, их очень на самом деле мало. Потом идет разветвление. Вторичный волховской круг и волхов уже больше, кругов больше. Верховных жрецов еще больше, жрецов еще больше. Но есть определенная закономерность. Если в первом кругу видят и знают целостность, то уже жрецы и их не опоры, это фактически те, кто стоит только за свой род и видит мир настолько фрагментарно, что готов драться с другим родом, лишь бы своему было хорошо. Не понимая, что на самом деле мир это целостная организация. Вот в этом и разница. То есть чем вы выше по развитию, тем меньше свободы и понимания целостности. Чем вы ниже по развитию, тем у вас больше фрагментарности, больше понимания, что вы свободны. Как говорил мой ведущий, твоя свобода лежит в рамках выполнения своего предназначения. Что это значит? Это значит, что на вашей траектории, на вашем предназначении, для вас, выкладываются на вашем пути выполнения этого предназначения разные виды потенциалов. Что это значит? Это значит, что у вас на пути будут разложены денежки, здоровье, ваше размножение вашего рода, ваше личное, вы будете иметь или не иметь детей. Вы будете иметь разветвленные связи, именно для того, чтобы выполнить свою траекторию. То есть, по сути, если взять формулировку, что такое выполнение своей траектории, это когда вы, как личность, индивидуальность, носитель определенного качества, попадаете в определенное место, в определенное время и с определенной интенсивностью проявляете качества, которые должны были принести в это место для взаимодействия с другими людьми, которые тоже в это место попадут. Еще это называется зачатие события. Для чего это делается, сейчас тоже разбирать не будем, это не к этой теме. То есть, если вы приходите в это место не вовремя, или не в то место, или качество, которое вы приносите, вы его не доработали, не доучились, либо где-то сволынили, то есть вы не можете его проявить с нужной интенсивностью, событие не состоится. Это называется начало отхода от траектории. Как только вы отходите от траектории, идут определенные знаковые проявления. Они очень яркие. У вас начинают сыпаться связи, у вас начинают ухудшаться здоровье, у вас начинаются конфликты с окружающим миром. И самое главное, у вас пропадает внутренний комфорт. Что такое внутренний комфорт? Внутренний комфорт это не то, когда многие говорят, это когда мне хорошо. Нет, это другое. Это когда, например, может идти война, вы будете идти куда-то на задание, но, и даже зная, что вы можете умереть, но внутри вы будете чувствовать, что вы делаете правильно, вы идете туда, куда надо. И вам от этого будет хорошо. Именно внутренне хорошо, спокойно. Вот это и есть внутренний комфорт. Человек, лишенный этого внутреннего комфорта, даже имея большие деньги, имея большую власть, он очень часто подумывает о самоубийстве. Он не знает, зачем он живет. У меня когда-то был случай интересный. Я когда распаковываю базовый блок, у меня идут подтверждения потом. То есть я все это провожу через практику. И когда я работал в Москве, пришел на рынок, чтобы материалы покупать. Человек совершенно левый, я его никогда в жизни не видел, не помню, кто он по национальности, ну, не русский, то ли туркмен, то ли не помню. И он мне говорит, просто вот так вот я пришел, он мне говорит, дом построил себе, детям, сделал там то-то и то-то, купил то-то и то-то. Зачем живу? Не знаю. Вот дословно. То есть человек, он просто потерял смысл жизни. Вот это и есть отсутствие вот этого внутреннего графора. У него есть внешний вроде бы все, все вроде сделал, как общество предписывает. А внутри плохо. Эти вещи являются знаковыми отображениями, что вы отошли от траектории. Если от траектории отходит род, по роду идут заболевания, много смертей, по роду идут определенные отображения. То есть если с траектории сходит страна, это идет отображение по стране. То есть потеря потенциалов. Посмотрите, мы сходили с траектории. Я буду дальше еще рассказывать про траекторию, еще немножко интересные вещи. Но, как отображение, мы когда сошли с траектории, весь наш потенциал начал перекочевывать за рубеж. Обвиняют кого угодно. На самом деле, люди, которые все переправляли, это марионетки. С них вы много не спросите. Они управляемы на самом деле. И управляемы системой. Против системы вы не попрете. Нужно просто вовремя увидеть это и на это адекватно реагировать. Если вы этого не видите, вы будете всегда искать крайнего. Искать причину не в себе, а искать причину в ком-то. Это тупиковый вариант. Сейчас Россия возвращается на свою траекторию. На самом деле, у нее выхода нет, если честно. Или она вернется на свою траекторию, или вся цивилизация загнется, если честно. То есть, вариантов на самом деле не очень много. Что еще есть интересного относительно траектории? Есть еще один нюанс. Очень интересный нюанс. Когда человек достигает определенного уровня развития, сама система его сталкивает с траекторией. Вот такой интересный парадокс. Вы живете, достигли определенного уровня развития. У вас было все хорошо. Вы фактически можете себе в это время сказать, я познал мир. Я знаю, как вести бизнес. Я знаю, как воспитывать детей. Я знаю, как кто. Я знаю, как все. У меня практика есть в этом. И в какой-то момент вас система заставляет сделать определенные действия и войти в определенные события, при которых вы начинаете терять связи, здоровье. У вас разлад идет в семье. У вас там тэ-тэ-тэ. Вас выкидывают. Фактически вы выкидываетесь за то комфортное состояние, в котором пребывали. Такого достигают те люди, именно достигают, я говорю, те люди, которые закончили определенный этап развития. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы теперь человек, который уже имеет сознание, которое способно к другому осмыслению бытия, увидеть, именно осознанно увидеть эту траекторию. До этого вы жили на ней неосознанно. До этого вы жили понятием исполнения желаний. Но мало кто знает, что желания, они на самом деле имеют определенный подвох. Во-первых, желания есть двух видов. Есть желания, которые диктует сознание, и есть желания, которые идут изнутри. То есть желания, которые идут изнутри, это и есть проекция вот той истины, о которой мы говорили. Желания, которые идут снаружи, это желания, которые формируют сознание, глядя на то, как живет кто-то рядом. И люди, которые говорят о том, что желание Вселенная исполняет, с одной стороны, они правы, это на самом деле так. Но они не знают того, что желание изначально формируется человеку с самой траекторией для того, чтобы его сознание не конфликтовало с выполнением своего предназначения неосознанного. То есть у вас возникает желание, например, хочу ехать туда. В это время вас система пересылает туда. И чтобы вы не сопротивлялись, это желание у вас возникает как собственное. Его сознание видит как собственное. Оно против него не конфликтует. Человек едет туда и выполняет то, что ему предначертано. Но при этом он говорит, мое желание Вселенная выполнено. Не понимая, что уже следствие было фактически сделано, а желание это бесконфликтный вариант перемещения вас в точку выполнения своего предназначения. Просто неосознанного. Человек, которого выкинули с траектории, система выкидывает с траектории, после этого, когда он видит свою траекторию, понимает, что это такое, понимает, что вот все это понимает, он живет уже совсем по-другому. У него уже вот этих желаний неосознанных нет. Когда приходит ему что-то в голову сделать, поехать, еще что-то, он уже это оценивает совсем по-другому. Он уже понимает, что если это пришло, значит ему там нужно быть. И он уже это рассматривает не с позиции получения для себя чего-то. Мы же обычно думаем, что желание наше, оно выполняется для нас. Заманушка такая. А на самом деле любая внутренняя проекция, как желание, оно выполняется для общего организма. Вы вообще должны понять, что в конечном итоге нужно менять свое отношение к миру. Нужно менять с позиции «мир для меня» на другое «я для мира». Вот тогда мы будем все жить нормально. Вот, в принципе, на данный момент я хотел вот эти вещи вам немножко рассказать. Может быть, получилось немножко сумбурно. Обычно это занимает гораздо больше времени. Но пока мы все равно так. Ну что ж, хорошо. Я думаю, что будут какие-то вопросы от наших слушателей и зрителей по поводу неких терминов. Потому что ты рассказываешь с точки зрения именно структуры, то есть технически. Да. А когда люди изучают язык, древность от разных людей, слышишь что-то, то там бывают какие-то жизненные обороты, бывают какие-то свои термины. И поэтому здесь могут быть нестыковки. Но я призываю всех, во-первых, обращать на это внимание, что мы часто говорим об одном и том же, подразумеваем одно и то же, но слово вырывается то, которое ближе нам было с детства, которое вот эту ситуацию обрисовывало, этот предмет обрисовывало и так далее. Поэтому постарайтесь понять суть, которую доносил Вадим, а не придираться к каким-то терминам. С терминами будем разбираться, я думаю, по ходу программ в дальнейшем будем выяснять, а что имелось в виду вот это, а что имелось в виду вот это. Может быть, где-то будут какие-то корректировки, дополнения, пояснения. Вот это вот посыл от меня. В общем-то, я благодарю тебя за то, что ты пришел сегодня, пообщался, донес те знания, которые тебе необходимо было донести, с которыми тебе необходимо было поделиться. На 7 мне остается только попрощаться с нашими слушательными зрителями, пожелать добра и тебе, и всем, кто нас видит и слушает. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Вадим Гирлеванов. И желаю всем добра, быть добру, увидимся и услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok